ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Привет. Здравствуйте. Из какого города? Ростов-на-Донова. А я из Калифорнии. Почему у вас геолокация другая у меня высвечивается? Нет, нет, у тебя высвечивается не геолокация. Если бы у тебя была геолокация, ты бы как раз бы видела истинное мое местоположение. А у тебя высвечивается то, что тебе рулетка показывает. А я через VPN поставил, что я из Украины. Ты знаешь, что такое VPN? Знаю. Как там в Калифорнии? Вам нравится? Конечно. Работаете? А сами откуда? Родом я из России. А город? В России? Новосибирск. Далеко от Ростова. Ну да, да, Ростов всё-таки это европейская часть, Новосибирск это, как ты понимаешь, азиатская. Слушай, а вот скажи мне, вот я просто сегодня обсуждаю новость такую. Ты слышала, что... Здорово. Ты кто, муж её? Ну, говоря, я бы не хочу. Муж сразу. А, не делаешь ты предложение девушке с три. Она это воспринимает, кстати, очень негативно. Почему? Я не знаю, почему. Давай у неё спросим. Почему ты негативно воспринимаешь то, что он тебе не сделал предложение до сих пор? А у меня это по лицу было, что ли, написано? Конечно, слушай. Нет, мне просто было интересно, почему он сразу так спросил, а почему муж? Предложение не надо. Видишь? Вот, понимаешь, из этих двух слов сразу всё понятно стало. Его истинное отношение к тебе. Ну, смотри, что это такое. Вы меня расстроили. Вы сколько вместе? Мало. Мало это сколько? Пять месяцев. Пять месяцев. Ладно, давай дадим ему ещё неделю, пусть подумает, а там уже будем принимать. Хорошо, спасибо. В мире. Давай неделю. Но ответь мне на вопрос, как ты относишься к тому, что Россию ПАСЭ признала террористическим режимом? Ты слышала об этом, нет? Да, я слышала больше негативно из непонимания. Точнее как, ну, понять можно, почему так к нам относятся, но принять нет. Ну, то есть, тебе обидно за свою страну, или ты считаешь, что ПАСЭ прогнала просто дичь такую на Россию, на праслину, нет? Вопрос, что такое ПАСЭ? ПАСЭ – это парламентская ассамблея Совета Европы, это, ну, одна из самых... Ну, я, всё-таки, нелегативное, вообще, их мнение, потому что, ну, очевидно, что Европа, коллективный разум, так сказать, у него одно мнение, и мнение очевидное против России и так далее, и всякое действие, ну, то есть... То есть, ты считаешь, что это полная фигня, тебе никак не обидно, не стыдно за страну, да? Ну, я даже не трепал, ну, в плане того, что теоретического... Говори в микрофон, ты, ты, что-то вообще тебя не слышно. ПАСЭ – нормально? ПАСЭ – Так лучше, да. ПАСЭ – Ну, в общем, я считаю, это полный бред и чушь, потому что, ну, в связи с чем присвоен такой статус террористический организатор, ну, террористический... ПАСЭ – Онсор, Лектон, там, не менее. ПАСЭ – Террористическим режимом признано, режимом. ПАСЭ – А, террористический режим, даже вот так. ПАСЭ – Да, смотри, я тебе расскажу, в связи с чем. ПАСЭ – Если мы просто отследим хронологию последних событий, то станет как бы ясно, это связано с тем, что последние три дня вы обстреливали мирную инфраструктуру. ПАСЭ – Я никого не обстреливал. ПАСЭ – Ну, ваша... когда я говорю «вы», я имею в виду твою страну. ПАСЭ – Так она и твоя страна? ПАСЭ – Нет, она не моя страна, я живу в Америке, причем уже очень долго. ПАСЭ – А Россия уже давным-давно не моя страна, у меня нет гражданства российского. ПАСЭ – У меня только американское гражданство. ПАСЭ – Вот, поэтому, когда я говорю «твоя страна», имеется в виду, что ты же гражданин страны, значит, она твоя. ПАСЭ – Вот, ваша страна обстреливала три дня только цивильные объекты и убивала только мирных людей, не пострадал ни один военный. ПАСЭ – Как ты думаешь, это после этого закономерно было признание России террористическим режимом или нет? ПАСЭ – Ну, допустим, когда США бомбили Багдад и уничтожали полностью всю инфраструктуру города, за 24 дня они захватили столицу, я считаю, это равносильно. ПАСЭ – Ну, то есть, нету никаких людей, которые лучше или хуже, украинцы или афганцы, иракцы, я не помню, где Багдад, я, к сожалению, не настолько образованный. ПАСЭ – И, ну, я считаю, то, что это политические игры, которые, ну, то есть… ПАСЭ – Я понял твою мысль, давай я… ПАСЭ – То, что, к примеру, я, ну, договорю, то, что, ну, это не прецедент, то есть, это не первый раз такое делается, то, что, ну, это война. ПАСЭ – Бомбить инфраструктуру – суперочевидное действие, потому что через нее снабжается армия, конечно, страдают… ПАСЭ – Через детскую площадку? Ой, у вас эхо пошло, что-то поменяй, эхо дурное пошло. ПАСЭ – Алло. ПАСЭ – Я думаю, ну, абсолютно не рациональная площадка. ПАСЭ – Детская площадка, пешеходный мост в Киеве, это не является… ПАСЭ – Я объясню, детская площадка абсолютно не, ну, неадекватное решение было бы, ну, даже с командованием. ПАСЭ – Ну, сколько стоит ракета? ПАСЭ – Сколько стоит ракета? ПАСЭ – Ну, несмотря какая, если мы говорим про «Калибр»… ПАСЭ – Ну, допустим, которая, да, самая дешевая, самая дешевая. ПАСЭ – Нет, нет, там шел одновременно и дронами «Камикадзе», вот этими иранскими. ПАСЭ – Да. ПАСЭ – Они стоят довольно дешево. ПАСЭ – А вот ракета, например, «Калибр», да, она стоит там 6,5 миллионов. ПАСЭ – Вот, допустим, дешевый дрон, выпущен Роем, и, ну, я считаю то, что, ну, абсолютно очевидно, у него нету такого точного поражения до метров или так далее. Ну, тратить дрон, чтобы сделать хуже репутацию, ну, очевидно, это, ну, никто бы не хотел. ПАСЭ – То есть каждый, я считаю то, что любой правитель, он бы хотел сделать так, то, что при войне показать, насколько они гуманные, то, что не трогают никого, ну, потому что, ну, убийство детей – это, ну, это неадекватно. ПАСЭ – Вы это пытались сделать, но, в конце концов, вы поняли, что вы проигрываете, и у вас не осталось методов. ПАСЭ – Ну, проигрываем – это ж, ну, как сказать, ну, это не совсем подходящее слово, потому что, ну, я не считаю этого так. ПАСЭ – Ну, если бы мы, ну, по-настоящему мы начнем проигрывать, когда пойдут ядерные ракеты, вот тогда мы начнем… ПАСЭ – Какие ядерные ракеты? От кого они пойдут и куда они пойдут? ПАСЭ – Ну, от России, от России они пойдут, не знаю куда, но если Россия начнет проигрывать, то тогда полетят ядерные ракеты. ПАСЭ – Так сейчас, каждый день, вчера освободили украинцы только на южном направлении, освободили от ваших захватчиков пять очередных, очередных, каждый день освобождают. ПАСЭ – Поселков, населенных пунктов. Это то, что вы объявили уже своей территорией, уже внесли в Конституцию. ПАСЭ – Херсонская область – это ваша Россия. Так вот, вашу Россию пять населенных пунктов вчера выбили вас оттуда. ПАСЭ – Я, как понимаю, ее не полностью приняли. ПАСЭ – Как это не полностью приняли? ПАСЭ – Нет, я не договорил, я не договорил. ПАСЭ – Там большая бюрократическая, как сказать, то есть принятие там судебной системы, то есть она не полностью, ну это долгий период, я считаю, я не знаю, я не политик. ПАСЭ – Не знаешь, так спроси у меня, я тебе расскажу. ПАСЭ – Ну, опять же, считать ваше мнение, ну… ПАСЭ – Ну, так что, ты сам ты не знаешь, а то, что я тебе скажу, ты не веришь. ПАСЭ – Ну, так это тогда тупик. ПАСЭ – Это тогда тупик. ПАСЭ – Ну, в этом вопросе, да. ПАСЭ – А не в этом вопросе, во всех я смотрю по тебе, блин. ПАСЭ – Девушка, все, не даем ему неделю нахер. ПАСЭ – Нет, ну почему? ПАСЭ – Ну, серьезно, все. ПАСЭ – Никакой недели тебе. ПАСЭ – То есть вы говорите истину, вы так хотите сказать. ПАСЭ – Только ваша информация является… ПАСЭ – Я не говорю истину, я говорю то, что я могу подтвердить фактами. ПАСЭ – Ну, факты, вы понимаете, то, что факты… ПАСЭ – Я говорю правду, понимаешь? ПАСЭ – Я говорю правду. ПАСЭ – С одной стороны… ПАСЭ – И я могу подтвердить это фактами. ПАСЭ – Давай, давай, я подам так, а ты подашь эдак. ПАСЭ – И вот в споре и рождается истина, давай. ПАСЭ – Абсолютно верно. Ты-то ведь при этом говоришь, что ты не владеешь никакой темы, которая подкреплена, а не в вопросе определенного, там, какой-то ракетой сбили какой-то мост или что там, или... Какой-то мост. Я тебе говорю об общих вещах, ты пытаешься частным случаем затмить значение общего, о чем я говорю. То, что ваша страна совершала три дня и продолжает совершать террористические действия, обстреливая только, обстреливая только гражданские объекты и не убив ни одного военного человека. Что же это не убив ни одного военного человека? Вы серьезно считаете, что под таким обстрелом, когда гибнут обычные граждане, не гибнут военные? Это центры городов вы обстреливали, ты не понимаешь? Ни один военный даже ранен не был. Ну хорошо, вот сегодня... Я понимаю, нет, подожди, ну подожди, дай мне ставить слово, ты как тараторка, дай я девушке отвечу. Значит, смотри, смотри, когда летит, я понимаю, там летит ракета в военный объект, и да, осколками может там ранить или убить гражданских, ладно, это еще я бы мог понять, но обстрелы были только там, где гражданские люди, там не было ни одного военного и нету, понимаешь? Почитай, это все есть. Хорошо, 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 а если, допустим, это так, ракеты летели в инфраструктуру критическую, чтобы, собственно, сделать свое дело... Мост пешеходный, мост пешеходный, это критическая инфраструктура. Мост пешеходный, это же есть даже видео или подтверждение, ну, опять же, мы говорим про определенные случаи, я не могу за них вообще участвовать. Да, мост пешеходный, детская площадка, это тоже инфраструктура. За эту информацию не могу ручаться, потому что... А я могу ручаться. Ну, опять же, это я услышал... Тебе показать сейчас кадры? Я тебе могу кадры показать. Вы бросите, вы называете меня Тара Торкой, перебивая меня, хотя я всегда молчал, когда вы говорите. Ну, говори. В общем, ну, а как вы тогда прокомментируете то, что, ну, ВСУ, то есть, запрещенные... Нет, подожди, давай с этим закончим, с вашим терроризмом закончим, потом ты меня спросишь про ВСУ. Не надо скакать с темы, понимаете? Хорошо, давайте закончим. Вот, значит, мы определились, что ваша страна совершала, как минимум последние три дня, специально террористические действия против народа Украины. Именно из-за этого ПСЭ приняла резолюцию о признании России террористическим режимом. Вы согласны с этим? Ну, с действиями согласен, но террористический режим, опять же, я не сможет. Позже я задам вопрос. Как вы думаете, после чего Россия стала так делать? Объясню. Очень простой, хороший вопрос, кстати, и очень простой ответ. После того, как Россия поняла, что она не может выиграть в войне, в обычной, без применения каких-то подлых методов или оружия массового убийства, она поняла, что она проигрывает. Потому что сейчас Россию гонят по всем фронтам. И это от бессилия и злобы, потому что проигрыш для России, это равносильно тому, что Россия себя харакиви делает. Ваша власть, да и вы тоже, рабы, которые эту власть несете на руках, пестуете, вы не перенесете позорного проигрыша, а вы идете к этому позорному проигрышу в этой войне, понимаете? Ну, мы к нему не придем. Но все же, мы закончили с вопросом... С чего ты взял, что мы не придем к нему? Нет, мы даже если мы придем... Подожди, с чего ты взял, что мы не придем? Хорошо. Ну, я объяснял уже то, что Россия не может поиграть в этой войне. Почему? Объясни, объясни, ты не объясни. Ну, если Россия проиграет в этой войне, не будет вообще человечества. Почему ты так решил? Ну, потому что у нас есть ядерное оружие. И что? И что? Ну, а как? Ну, даже если, допустим, все ядерное оружие взорвется только на нашей территории, Земле, извините за мат, пиздец. Послушай, я понял твою мысль. Значит, смотри, объясню тебе, что, например, когда ракета стоит в шахте ядерная, да, у вас много таких, или там тополя, которые на машинах, да, неважно. Вот если в нее попадает какой-то снаряд или ракета, то ядерного взрыва от этой ракеты не происходит. Ну, я знаю... Ядерный взрыв, ты не знаешь, если ты сейчас будешь утверждать обратное, почитай, не спорь, а слушай, что я тебе говорю. Ядерный взрыв происходит тогда, когда ракета удается... Идется носиком. И тогда запускается процесс ядерной реакции. Взрыв ядерный. Ядерный взрыв происходит. Там взрывается малое количество вещества, которое за собой тянет ядерную реакцию. Так, а при взрыве не взорвется малое это вещество и не потянет? Нет, 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 нет. Так ракеты устроены. Что вот смотри, она взлетает из шахты, да, ее сбила другая ракета. Ядерного взрыва нет. Ну, это для меня абсолютные сказки. Ну, сказки, ну, открой гугл, посмотри. В том-то и дело, мой гугл мне говорил то, что абсолютно будет взрыв. Прямо сейчас давай открой это в гугле. Давай. Хорошо. Это очень критично, чтобы ты это понял. Ну, нет, сначала сформулируйте вопрос, чтобы я... Давай, давай. Я понимаю, тебе тяжело сформулировать. Я сейчас тебе сформулирую. Вообще с мышлением у меня, ну, деструктивно вообще. Да, да, я это заметил. Проблемы беды с башкой. Девушка, обрати на это внимание. Значит, смотри, взорвется ли ядерная ракета при поражении... Ой, ракетой давай, напиши, вот так вот. Получится ли ядерный взрыв при поражении ядерной ракеты другой ракетой? Вот так вот. Напиши, мне вот он умный. Давай, он не умеет даже писать, пиши. Я не умею писать, я даже бук не знаю. Случится ли ядерный взрыв при поражении ядерной ракеты средством ПВО, например, вот так напиши. Ну, тут нету вообще. Тут пишут, как спастись от ядерного оружия. О, это вам надо обязательно, кстати. У вас есть помбоубежище рядом с вами? В Ростове-на-Дону нету? Да где-то есть, но мы не в курсе. А, ну вы уже знаете зато куда ползти. Знаешь как, в случае ядерного взрыва надо медленно ползти на кладбище просто. Да, ну не дополняю. Заворачиваешься в белую простыню и ползешь на кладбище сразу. Я белое нету, все грязное. Мы орки, блядь, мы срем и... Нет, то, что ты орк, я понял. Ну, да, я согласен. Нет, нет, подожди. В общем, мы закончили Россия террористом, все. Слушай, ладно, ты мне скажи, тебя в армию почему не призывают? Тебе же 18 лет есть? Мне, я потому что нет... Ну, у меня есть бронь, так скажем. От чего? То есть ты откажешься? От мобилизации. Ты откажешься, да? Нет. Ты учишься, что ли? Нет. А какая у тебя... Не, не, не. Подожди, какая у тебя бронь, спокойно. Бронь это, ну, почитайте, вы же знаете. Что за бронь у тебя лично, я не знаю. У меня лично, я не призываюсь пока что. Почему? Почему, объясни мне. Потому что есть такая вещь, я не хочу говорить о личном. Как это ты не хочешь говорить, секундочку. Почему ты не идешь на войну? Потому что меня не призывают. Почему тебя не призывают? Вопрос задавайте военкомату, а не лично мне, хорошо? Тебе повестка приходила? Нет. Ты сказал, что у тебя есть бронь. На каком основании у тебя есть бронь? Мы будем решать, на каком основании у меня бронь. Конечно. Потому что я работаю в определенной сфере. Какой? В какой сфере ты работаешь? Нет, мы не будем обсуждать меня. Нет, подожди, секундочку. А чем ты такой особенный, что мы не можем тебя обсудить? Чем ты отличаешься от других? Я абсолютно не обсудил. Почему мы девушку можем обсуждать, личную ее жизнь с тобой, а тебя мы не можем обсуждать? Мы ничего не обсуждали лично. Как это мы не обсуждали? Мы с ней решили, что она не будет больше ждать даже неделю. Конечно. Абсолютно правильное решение. Ваш мозг абсолютно правильно работает. Совершенно верно. Вы не даете мне задать вопрос. Ладно, давай, задавай короткие вопросы. Все, ты мне надоел уже. Давай. Хорошо, абсолютно с вами солидарен. В общем, запрещенные всеми конвенциями всех стран мира и так далее, так называемые лепестки и их аналоги, какого черта, они оказались на улице Донецка? Вот, объясните мне, пожалуйста, почему вы... Или это Россия сама выстрелила себе в ногу, сделала такой подлый трюк? Да я понял, я понял. Я понял. Не надо мне подсказывать ответ. Я понял твой вопрос. Не подгорай, спокойненько. Давай спокойненько. Значит, я понял твой вопрос. Отвечаю. Значит, если ты мне сейчас покажешь, а, что это запрещено всеми конвенциями, первое, второе, подожди, я не закончил ответ. Да я уже... Второе, если ты покажешь мне, что это украинская ракета, тогда я начну с тобой говорить на эту тему. Пока ты мне не покажешь ни первого, ни второго, то это просто с твоей стороны такой словесный понос, понимаешь? Да базар. Видеозаписи, я вам... Ну, если вы имеете хоть немного... А, я не могу. Если вы имеете хоть немного интеллекта, вы сможете загуглить... А, я смогу загуглить. То есть ты ничем не можешь подтвердить свое голосование? Да, ну, в смысле ничем. Почему я гуглю ваши вопросы про, блядь, то, что нас... Да, но ты же ничего не нашел? Ты же ничего не нашел? Ты же ничего не нашел? В смысле ничего не нашел? Вот в прямом смысле ты ничего не нашел? Что нет? Потому что, блядь, это глупый вопрос. Ракета взорвется, если ее взорвать. Там взрывчатое вещество. Взрывчатое. Ты не понимаешь, что такое термоядерный взрыв? Ты вообще не понимаешь, как это происходит? Термоядерный взрыв при том, блядь... Мы эту тему уже забудь. Мы сейчас говорим о другой теме. Показывай мне то, что ты сейчас сказал. Давай факты. Нет, я с тобой попрощаюсь. Мне настолько неинтересно сейчас тратить время на поиск видеозаписей, которые уже достаточно стары. И я, ну, не буду этого делать. Так, все, тогда, девушка, не жди его. Посылай его нахер, ищи себе другого жениха. Честно говоря. Давай у меня вопрос задам, пока вы не переключите. Ну, давай, давай, давай. Как вы считаете, в Украине есть нацизм или нет? Ну, ты знаешь, я могу ответить на этот вопрос без проблем. Значит, я считаю, что в любой стране мира, в любой вообще, даже в Норвегии, да, есть, например, там нацист, да, если есть один нацист или два нациста, есть ли в этой стране нацизм или нет? Если мы говорим о государ... Подожди, я не закончил. Да, я закончу, ты поймешь. Если мы говорим о государственности, то на государственном уровне, конечно, нет никакого нацизма. Более того, он запрещен законом в Украине. Есть ли хоть один нацист в Украине? Конечно, есть. Украина – это огромная страна. Огромная страна. И даже в самой маленькой стране наверняка есть хоть один нацист. Я внятно ответил или нет? А если... Я... Нет, подожди, пусть девушка говорит, девушка задает дальше. Я понимаю, ну, к примеру, я видела, как президент Украины Зеленский вручает Азов Сталифсу, по-моему, ну, в какой-то такой сфере героя Украины. И при этом есть его высказывание, что он говорит, что там нужно что-то делать на костях русских детей. Приведи мне этот конкретно его прямую речь, и мы разберем. Ты сейчас обманываешь. Ты сейчас обманываешь. Приведи мне этот разговор. Все, что я тебе говорю, я тебе могу доказать, понимаешь? То, что ты мне сейчас говоришь, ты ничего не... И твой этот перец, тем более. Да зачем? Она идет за телефоном, секунду. Давай, давай, давай. Подожду, конечно. Ну, это смешно, конечно. Где Зеленский говорил, что надо делать на костях детей... Слушай, ну, я большего... Я большего вранья еще не слышал, понимаете? Не Зеленский, не Зеленский. А кто? Она так сказала. Тот человек, которому он вручал медаль. Но, опять же, это очень плохой пример. А там, в полиции вручали тоже. Вручили на Украине. Вручили. Я тебя не слышу, Гаври. Говорю, Степану Бандере хотели тоже герою Украину вручить. Это тогда как можно описать? Почему на их... А что, он отказался от этого? Бендера отказался от этого, что ли? Он умер давным-давно. А, он умер. Ну, хорошо, хоть ты это знаешь, господи. Я не знаю. Этот орг думает, что он до сих пор жив. Я тебе клянусь. Блядь, ты такой очевидный мужик. Ну, я же, блядь, ну... Тихо. То, что ты на Б вот это искал, я это вижу. Слушай, я только что... Я в морду отрочил. Ну, тихо, ну, тихо, ну, не подгорай, пожалуйста. Пошлость, пошлость. Я вчера говорил с парнем. На третьем курсе юридического колледжа он учится. У меня ролик, кстати, выйдет про него. Так вот, он сказал, что Бендера, что Зеленский дал свой полк на похороны Бендеры шесть лет назад. Хорошо. Понимаешь? Если я сейчас тебя поспрашиваю, кто такой Бендера и так далее, ты же ничего мне не расскажешь. Девушка, может, что-то ей скажет. Хотя тоже я сомневаюсь. Такой смешной человек. Да, чувак, да. Да, мэн, мэн. Давайте, ну, долго уже очень. Уже мы 23 минуты разговариваем, это очень долго. Дошмар, долго. Ну, значит, вот эти вот привождения вот этих вот аргументов, фактов, доказательств занимает определенное количество времени. Совершенно верно, но без них, без них, без них, она не, ни один спор, ни один диспут, ни одна дискуссия без подтверждения реальными аргументами не имеет смысла, понимаете? И вы, если заходите в чат рулетку и что-то, что-то декларируете, готовьтесь, ребята, готовьтесь, все. Давайте, я пошел, 24 минуты уже, все, пока, пока. Вы ничего не можете показать, ну, и ушли, да? Ушли, так ушли. Ну, слушайте. Вот эти вот тщетные попытки что-то из пальца высосать. А есть ли нацизм в Украине? Мне кажется, я очень внятно ответил на этот вопрос. Что подразумевается, если есть один нацист в стране? Есть нацизм в стране или нет? А если есть 10 человек нацистов? Есть нацизм в стране или нет? Так вот, нацизм есть тогда в стране. И мы можем об этом утверждать. Когда он имеет государственное начало. То есть, он ведется на государственном уровне. В Украине еще раз напомню. Нацизм, как и коммунизм, что практически синонимы, осужден и запрещен. Для тех, кто... Я просто к тупорям. Не говорите одно и то же. Это уже не первый раз, когда какую-то херню мне рассказывают. Смотрите вот эти ролики, блин. И когда беседуете, ну, не повторяйте один и тот же бред, блин. У меня ответ будет всегда одинаковый, понимаете? Спасибо за субтитры.